Бывший офицер ГДРовских спецслужб Клаус Айхнер о работе Агентства Национальной Безопасности США в годы Холодной войны и его отношения к западногерманской БНД. Господин Айхнер, Вы занимались вопросами контрразведки в Главном Разведывательном Управлении МГБ ГДР Штазе. Насколько хорошо АНБ работало в 80-х годах с точки зрения профессионализма? Для всех западных служб, осуществлявших разведку средствами связи, Агентство Национальной Безопасности США было своего рода ориентиром и образцом в плане как оборудования, так и персонала. Насколько выраженной тогда была странность АНБ к накоплению данных? АНБ уже тогда хотела знать все, но у него еще не было необходимых технических предпосылок для учета и обработки всей информации. В своей книге об АНБ вы пишете, как люди Штазе добрались до внутренних документов АНБ. Совершенно верно, один наш источник с 1972 года работал в техническом отделе БНД. Он впервые сообщил нам о существовании объединенной группы Германия в Мюнхене, через которую осуществлялся обмен информацией. Как было устроено сотрудничество между США и Западной Германией? Несколько односторонне. Нам было известно, что американцы весьма холодно блокировали запросы ОГДР. Руководство БНД неоднократно обращалось к офицерам связи из американских служб с просьбой предоставить доступ к данным, которые АНБ получало благодаря своей станции на холме Тойфельсберг в Западном Берлине. Они хотели работать с оригиналами записей, но получали от американцев лишь обработанную, выбороченную информацию. Как в БНД реагировали на нежелание делиться? Федеральная разведывательная служба Федеративной Республики обратилась к французам и с ними построила на территории аэропорта Берлин-Тегель совместную станцию, которая параллельно с американцами отслеживала те же самые линии связи в ГДР. Вам было известно о фактах, когда АНБ следила за людьми или организациями в Западной Германии? АНБ в принципе слушала не только Восток. В Западном Берлине и на территории Федеративной Республики оно работало во всех направлениях. АНБ вело досье на ключевых политиков и руководителей концернов ФРГ. Что для американцев было важнее БНД и другие западно-германские спецслужбы как партнеры или как объекты шпионажа? Американцы смотрели на немцев как великая держава на младшего партнера, который в большинстве случаев повинуется, но временами норовит отклониться от воспитательной линии. Сердечного и душевного единения не было никогда. Сколько источников было у главного разведывательного управления штази, которые предоставляли материалы по АНБ? 2. К 1984 году нам удалось завербовать Джеймса Холла, который работал сначала на станции Тойфельсберг в Западном Берлине, а потом в Франкфурте на Майне. Его вел турок Хусейн Йилдерим, бывший нашим связным. Другим нашим источником был Джеффри Карни, агентурная кличка Дитё, который работал на одном объекте ВВС США в берлинском районе Маринсфельд. Что вам стало известно благодаря этим источникам? Через них к нам попали документы, о которых мы могли только мечтать. То, что какой-то унтер-офицер, такой как Холл, смог раздобыть все ключевые документы АНБ, было трудно поверить. Все директивы, технические задания Национальной службы радиотехнической разведки, National Seagint Recruitment List, NSLL, RL, в которых все американские министерства и спецслужбы излагают свои пожелания. 4200 листов. То есть, АНБ тогда храняло свои данные не лучше, чем оно делает это сегодня? Меры безопасности, особенно в 533-м батальоне военной разведки во Франкфурте, были очень несовершенными. Западно-германские политики когда-либо рассматривали американские спецслужбы как объект деятельности собственных органов контрразведки? Нет. В этом-то и проблема. Федеральное ведомство по охране Конституции не имело и не имеет отделов контрразведки, которые бы занимались Западом. Определенным политикам и специалистам по охране Конституции было известно, что американские спецслужбы работают в том числе и против ФРГ. Но они не расценивали это как враждебное действие. Разоблачения снова даны. Стали для вас неожиданностью. Сам подход АНБ меня не удивил. Спецслужбы хотят знать все. Неожиданностью стали колоссальные масштабы слежки АНБ. Как вы оцениваете поступок Сноудена? На основе той информации, которую мы получаем, мы практически не можем выстраивать политику, чтобы не ставить под угрозу наши источники. Самое прекрасное в разоблачителях это то, что они делают скандальную информацию достоянием общественности и тем самым вынуждают политиков занимать ту или иную позицию. Реакция политиков показывает, что действия таких людей, как Челси, Мэнинг, Джулиан Ансанш или Эдвард Сноуден оказываются для них очень болезненными. Что бы вы посоветовали Эдварду Сноудену? Рассказать своим российским партнерам о том, как добраться до систем, как их можно оценивать, в том числе и с точки зрения перспективы. В таком случае ему наверняка обеспечен смертный приговор. Разумеется, он ему в любом случае обеспечен. Интервью публикуется в журнале Der Spiegel. Взял его Энди Мюллер, Магун, Михаэль, Зонтаймер. Перевод Владимира Широкова. А книга, которая упомянута, называется «Клаус Айхнер. Империя без загадок». Что контрразведке ГДР было известно о деятельности ЭНБ. Издательство Edition, Берлин, 128 страниц. Не забудьте подписаться на канал в правом верхнем углу.